Всем привет! Сегодня мы немножко о туризме поговорим, в частности, о общепитепитании в турецких ресторанах. Я недавно просто с таким столкнулась, мне так было, знаете, это забавно. Просто были туристы в общественном месте в Стамбуле в ресторане, и они говорили о том, вот, тут огромные порции, там, кебаб какой-то, там, закажу ещё что-то, там, порции какие-то овощей, гарниры, там, мясо, а салаты и всё прочее, это всё бесплатно здесь. В Турции всегда чай бесплатно наливают, салаты бесплатно дают, и, там, закуски какие-то и так далее. Я, наверное, вас огорчу и расстрою, и скажу, что, на самом деле, сейчас это уже не так. Эта история работала 10-15 лет назад и раньше. Сейчас очень тяжёлые экономические времена в стране, и любые рестораторы и всё прочее поднимают цены, максимально стараются сэкономить на всём, чтобы сохранить свой бизнес. И ту историю, что салаты бесплатно, её уже давно нет, уже несколько лет-то точно, или, наверное, лет 5 раньше такое было. Может быть, это остаётся, знаете, какой вариант, может быть, когда вы заказываете много-много блюд горячих, то есть это не когда вы немало денег оставляете в ресторане, если мы берём Стамбул, где-то центр города, туристический момент, то есть или, знаете, бывают такие серпме еда, то есть, короче, когда коллективно, назовём так, да, то есть когда, например, 5 человек едят, да, и там, не знаю, кебаб заказываете на пятерых такая порция, там сразу, например, 700 лир, например, цена 1000 лир и так далее, то да, там, скорее всего, какие-то закуски или салаты, они будут бесплатные, вас посчитают чисто вот как вот это вот меню, назовём так, на 5 человек, там, с мясом, горячие блюда, вот так назовём, или там, может, какие-то супы будут в это меню входить, они будут как аперитив какой-то, короче, вы понимаете, да, то есть когда ты тратишь много, там, может быть, что-то там, и я бы и не сказала, что это будет в итоге бесплатно, да, ты всё равно за это платишь, потому что ты обставляешь, что-то тоже не маленькую сумму денег, но такого, что ты, типа, заказал просто горячее, тебе тут салат бесплатно, такого нет. Раньше такое было, да. Сейчас салаты, они прописаны в меню, как правило, ценники на них есть, раньше чай очень часто наливали, ну, на завтраках, когда вы заказываете сэрпмэкахвалты, да, то есть сэрпмэкахвалты, например, то есть когда 2-3-5 человек, например, кушают, как вы это по-русски даже не знаю, вызывать-то правильно. Меню комплексное, о, когда вы, типа, завтрак там на двоих людей, на троих назовёте, да, то есть объединённый такой завтрак, вам там много всяких тарелочек наставляют, всего там порции и так далее. Тогда чай, как правило, он доливается, обновляется, это называется. Обновляю чай бесплатно, его там не считают никак, это всё включено вот в этот сэрпмэкахвалты вообще, да. Так же вот с меню, с едой, но алкоголь тут, как правило, не входит, да, то есть еда, какая-то там горячие блюда, кебабы и так далее, на 5 человек, например, вы заказываете. Это салатики какие-то ставят, закуски, да, да, это всё туда, короче, включено. Доплачивать дополнительно, вот хочу сказать, что доплачивать дополнительно за это не нужно. Ну, сейчас же такого, что прям ты, короче, да, даже любую чашку, стакан чая учитывают, не переживайте, бесплатно очень редко что-то нальют, только если ты какие-то знакомые и так далее, или ты в каких-то отношениях с этим рестораном, с сотрудниками. А максимально, да, стараются, конечно, экономить, прибыль сохранять, поэтому какую-то халяву вы вообще здесь не ждите, этого уже очень давно нет. И не потому, что вы туристы, а они хотят нажиться максимально вас... И мне ещё нравится очень фраза, мы столько денег вам в казну несём, ведь если бы не турист, вы бы все сдохли уже, без туризма бы Турция вся загнулась. Блин, опять повторюсь, я до этого в новостях видео говорила, ВВП страны, посмотрите, не на туризме Турция живёт, если что, на производстве, как минимум сельского хозяйства и так далее. В общем, это не такой суперогромный процент дохода ВВП страны, туризм, и там, не знаю, с кружечки чая ничего не изменится. Вот, поэтому это всё равно частный, всё равно бизнес, всякие рестораны, поэтому каждый, как сказать, в свой карман об этом думает, вот этой халявы какой-то, и уже давно-давно нет, я вообще даже не припомню таких моментов, просто, когда говорили об этом туристы в центре, типа, а что это за салат, у нас деньги взяли, он в меню прописан, я такая думаю, с чего вы взяли, что он должен быть бесплатный. Когда пошёл разговор, я понимаю, а, 10 лет назад точно же было, когда я уже даже я об этом, это норма. Для тех, кто здесь живёт, это норма, и не только там для туристов и так далее. В общем, все здесь за всё платят, турки в том числе, не переживайте, не потому что на вас, на несчастных туристах, хотят нажиться, бессовестные обманщики, воры и так далее. Всё равно по поводу вот питания могу отметить, что если вы заказываете какую-то порцию, там, горячее, например, ну, допустим, рис, какой-то шашлык, условно говоря, какое-то мясо, стейк или ещё что-то, как правило, какой-то салатик, вот как на картинке изображено, там салатик какой-то в комплекте идёт. Что ещё хочу отметить, что отдельно, например, салат, если порцию вы заказываете, это будет порция салата, то есть это обычно большая порция салата в меню, ну, и таких сетевых каких-то, Big Chef, Happy Moons, там у нас есть ресторан Mondes, ну, короче, всякие такие европейские типа рестораны такого направленности, чистые, цивильные, и там, если салат, то там прям огромная тарелка салата, или там, например, салат с курицей будет, курица какая-то там, или с мясом каким-то, или с креветками, то есть это прям порция конкретная, то есть вот этот салат и, например, второй, вы уж не сможете, скорее всего, съесть, вы этим одним салатом наедитесь, то есть это отдельная порция в меню, не так, что салат, а потом я еще там, я не знаю, мясо поем с рисом, не влезет, порция огромная будет, ну, и она вот, и в меню она, конечно, отдельно указана, и очень часто порции салатов сейчас вот тут по ценам, цены, конечно, тоже поднялись на общепитные рестораны, но все равно, если даже я сейчас перевожу что-то по ценам в рубли, например, все равно это дешевле, чем в России сейчас, какие цены вообще дешевле, чем в Москве в том числе, короче, качество, конечно, лучше, овощи сейчас самый сезон фруктов и овощей, вот этих всех изысков, это очень все вкусно, классно, в общем, приезжайте в гости, покушать в гастрономический тур какой-нибудь, вообще в Турции понравится тем, кто любит баранину, кто любит мясо, оно здесь, да, дорогое, но именно как это приготовлено, кто это любит, жареные всякие шашлыки, кебабы, вот эта вся история, я просто баранину вообще на дух не переношу, это не моя еда, я ее запах даже не могу, просто мой организм не принимает такую пищу, не могу я это есть, пахнет это все очень вкусно, здоровски, но есть я это не могу, не моя еда, но тот любит мясо, салаты, мясо, это ваша история, и поддерживаю эту тему рыбу здесь, кстати, кто думал, о, столько морей вокруг Турции, и черное, короче, и Босфор, тут и мраморное море, вообще красота, с рыбой здесь напряг, здесь вообще лимит сейчас на рыбу летом, с 1 июня по 1 сентября ее вообще не ловят, она там на нерест там идет, сезона рыбного вообще сейчас летом нет, и все, что вы здесь все-таки креветки, вся прочая рыба, это либо замороженная, либо сейчас только мидии, кальмары, какая-то мелкая рыбешка, которую тут, это вкусно свежее будет там, где это ловят, если вы в каком-то неприморском ресторанчике, где-то там в центре города, эта вся история, как правило, замороженная, да, на базарах рыбных есть на рынках рыба, она очень сейчас, не дорого дороже, чем обычно в сезон, в 2-3 раза, что ее не 10 сезон, и она очень часто искусственно выращена, или привезена откуда-то, короче, это не та, которая бы здесь вот в Босфори, еще где-то тут ловится, так что, короче говоря, летом, так скажу, турки, июнь, июль, август, начало сентября, рыбу не едят, это не сезон, она только в заморозке, в заморозке старого, прошлого года, ну, есть какая-то там на прилавках, конечно, но она просто дороже гораздо, и это искусственные водоемы, то есть не, а у них очень ценится, кстати, здесь рыба, если ты, например, даже где-то ее сырую себе покупаешь, готовить сам будешь, или в ресторанах, потому что тебя спрашивают, вам морскую, типа дикую, или просто рыба, то есть просто рыба, это значит, она просто на ферме выращенной, в искусственном водоеме, или на искусственной ферме, ну, то есть на самом деле, это обычная рыба, она выращена из икринок, и так далее, но в закрытом пространстве, да, то есть она ест то, что ей дают, она не свободно плавает, и у нее нет, вот назовем так, они считают, что вот это вам здоровье, полезность в этом мясе рыбном, если так можно выразиться, короче говоря, рыбская, дикая, они говорят, аж черноморская, черное побережье, особенно черноморская, то прям, о, она всегда дороже, прям процентов на 40, на 50 будет, эта рыба дикая дороже, а искусственно выращенная, в водоеме, или на ферме какой-то, она всегда будет дешевле, вот этой дикой рыбы, назовем так, дикой рыбой, не дикой выращенной, человеком созданной, но на самом деле, если ты ешь по вкусу, не особая разница, если честно, я не суперэксперт, конечно, в рыбе, но как это звучит, типа качество, то что-то дикое, это все, турки вообще очень ведутся, знаете, на название, на слова, на полезное, на здоровье, все вот эти вот маркеры обычные, типа условно, типа здоровье ты свое спасешь, съешь такую рыбку, или там такое-то мясо, или о, это дикий там кабан, они вообще очень любят, когда на это есть, конечно же, деньги, это все дороже, дикое натуральное, эко, органик, органик вообще очень хорошо, здесь вот этот, назовем, маркетинговый ход зашел, который, помните ли, 10 назад был везде, в Европе, в Америке очень популярно, это все было, это органические продукты, здесь это очень тоже популярно, типа, а-ля там настоящие органические яйца, курицы, они покупны из магазина, курочка там, молоко, сливки, кстати, в Стамбуле все это найти можно, особенно тем, кто недавно переезжает, я вам расскажу секретик, в каждом районе есть базары, два в среднем раза в неделю приезжающий какой-то базар, либо он открывается, приезжают продавать, на какой-то улице перекрывают, располагается базар, или бывает еще место, вот у меня на районе Бахчихири, базар это прям место, это торговая площадь, это рынок такой, и там два раза в неделю приезжают продавцы, приходят, клиенты покупают, то там там сервис есть, и так далее, в общем, от района это зависит, и почему раз или два раза в неделю бывает базар, потому что продавцы качуют, и с района на район они ездят каждый день в новое место, а так они все рабочая неделя состоит, сегодня, например, в этом районе работать, завтра другое поехали, и так далее, так вот, на этих базарах очень часто приезжают из провинции, или пригорода Стамбула, яйца привозят, это масло сливочное, сыры пореже уже, сыры это производство все равно большое, молоко, конечно же, обязательно, масло, молоко, там, например, какая-нибудь тархана, сделанная, опять же, домашняя бабушка, салча, оливки обязательно тоже, но оливки, кстати, привозят, вот где у нас дача Шаркёев, то есть с той стороны, в основном летом, зимой, их, конечно, там нет в сезон, в общем, сезонные огурчики, помидорки тоже есть, с огородов прям, в общем, возможность приобрести настоящий органик, не магазинный, а настоящий, да, здесь есть, вот это мне очень сильно нравится, это огромный плюс, что ваших вопросов в комментариях, пишите, как вы к этому всему относитесь, что вы думаете про общий вид в Турции, продукты питания и так далее, если вам нужна моя консультация, как психолог, обязательно пишите на почту, она указана в инфобоксе, под этим видео, если вам нужен адекватный, англоговорящий риэлтор в Стамбуле, который найдет квартиру, снять, купить, либо оформить документы, вид на жительство, и комет, подача любых документов, любые, помочь, там, открыть банковскую карту, и все прочее, пишите тоже на почту, я вам свяжусь с ним контактами, спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok